И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня у нас довольно важная и интересная тема на обсуждение, которая касается всего музыкального контента современности. Вряд ли для кого-то будет секретом, что нынешние технологии устаревают, да и вообще любые технологии устаревают рано или поздно. Причем сейчас они устаревают довольно быстро, так как технический прорыв 10-20-летней давности, ну, сегодня смотрится как и слушается как, ну, примитивный пшик. Конечно, в основном это касается различных визуальных технологий, таких как кино и видеоигры и прочий вот весь видеоконтент. Ведь сейчас очень редко случается так, что какое-то там черно-белое кино в хреновом разрешении и 8-битная графика вам окажется так же приятным к просмотру, как современные картины и графики в суперконтрастных цветах и высоких разрешениях. Конечно же мы не берем там ретро-стилизацию, да, и пиксель-арт. Больше того, даже те хиты, там, игродельной индустрии, кинематографа, сериалов, которые, ну, с удовольствием смотрятся и сейчас, несмотря на все свои там технические устаревшие элементы, наверняка могли бы быть обработаны на современный лад, чтобы смотреться там лучше, качественней и развлекательней, возможно. К музыке это относится точно так же. Вот давайте представим себе ситуацию, когда дебютные альбомы артистов, которые принесли им первую славу, были сделаны, ну, технически посредственно еще тогда, еще в те годы, когда цифровые технологии записи и обработки звука и вызвучки вообще всего музыкального контента только-только начинали появляться. Я, безусловно, не являюсь, конечно же, специалистом по звуковым технологиям, но я прекрасно понимаю, что даже в 2000-е и даже в 2010-е далеко не каждой группе удавалось застолбить время и место для аренды крутого высококачественного аналогового оборудования плюс работы звукорежа там или звукорежа по мастерингу, который мог бы всем этим управлять и выдать высококлассный продукт. Особенно это касается тяжелой музыки, так как перегруженные гитары тогда и перегруженные гитары сейчас звучат совершенно по-разному. И потому дешевенький перегруз гитар даже в 2010-е звучит как полнейший мусор в 2020-м. Сразу отвечаю на, возможно, такой популярный вопрос. Почему моя любимая рок-группа 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х звучит и сейчас здорово? Я на это отвечу вот двумя факторами. Первое. Природа гитарного перегруза была совершенно другой. И второе. У них наверняка было достаточно денег для вот этой аналоговой записи и шлифовки, что позволяет им звучать точно так же здорово и сегодня. Да и вообще, все-таки жанрово-стилистическая направленность тяжелой музыки была совершенно другой. И согласитесь, не совсем корректно было бы поэтому сравнивать музыку там каких-нибудь Pink Floyd, Queen of или даже той же Металлики, хотя Saint Anger можно было бы переделать, с ранними альбомами каких-нибудь Korn, Bullet for my Valentine или даже Cradle of Fills. Так вот, тут стоит понимать природу гитарного перегруза, хотя бы тех основ, которые я сам знаю без такой дополнительной техничной нагрузки. Еще где-то в 50-х годах тогдашние аналогово-ламповые усилители перегружались различными блюз-гитаристами для создания этого самого вот шумного и тепло-лампового звука. Они просто-напросто выкручивали ручку громкости до посинения конца, что загружало лампы усилителей до белого коленя и заставляло гитарный звук просто-напросто хрипеть от напряжения. Не буду объяснять всю науку вот этого первого гитарного дисторжена, так как в сам не до конца ничего не понимаю, но важно понимать, нам всем с вами, что по современным меркам он звучит просто ужасно. Он перебивает все инструменты ансамбля, он мажет всю частотность микса и вообще делает исполнение тогдашних блюзменов 50-х, 60-х годов каким-то ну, ноис-концертом. Поэтому первые гитарные дисторшены очень мощно обрабатывались аналоговыми приборами и опытными, конечно же, специалистами, чтобы это звучало, ну, сносно и как минимум читаемо. Потом, конечно же, появились там улучшенные аналоговые усилители, которые с более такими крепкими лампами, которые были специально заточены под перегруз, и цифровые технологии, которые позволили гитаристам сразу вот так втыкать свою гитару или другой там инструмент, вокал тот же даже, к нужному там процессору, усилителю, даже к компьютеру, где уже можно было бы настроить там целый ряд дополнительных эффектов, чтобы звук прямо вот из гитары и из любого другого инструмента был максимально приближен к современному, и чтобы он звучал вот прям хорошо сразу. Чему я это все говорю, правильно? Как раз для того, что в период двухтысячных вот был как раз такой замечательный промежуточный период, когда аналоговые технологии звукогенерации уже начали отживать свое, ну, плюс-минус, а цифровые еще не стали полноценным заменителем. В большинстве своем над цифровыми там усилителями, комбиками, педалями и прочими звуковыми аксессуарами нормальные музыканты и специалисты ржали в голос. Ну, я на самом деле по праву. Эти устройства были слишком либо дешевыми и кустарно звучащими, либо чересчур дорогими, что полностью убивало смысл их покупки, потому что зачем платить за это, когда можно купить качественный аналог. И в этом я вижу весь корень зла тогдашнего звучания металла, который переделывается сейчас. Безусловно, это не отменяет еще целый ряд факторов и других параметров, которые повлияли на качество технических параметров тогдашнего звука. И тут стоит различать моменты, когда ремастеры и ремейки олдовых альбомов нужны, а когда о них не может быть вообще никакой речи. Больше того, именно по таким параметрам стоит судить современные ремастеры. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Был такой замечательный альбом группы Inflames под названием Clayman. И в этом году господа решили порадовать фанатов тем, что решили перезаписать самые главные хиты альбома в современном качестве. Мне, кстати, непонятно, зачем это делалось, потому что еще в далеком 2014 году было переиздание этого альбома, ремастер оригинальной версии, который звучал очень хорошо. Он звучал сбалансированно, было слышно вот тот самый аналоговый метальный звук 2000-х, причем такой качественный, хрустящий, объемный, прям вот просто муа. Вот там была комбинация со слегка таким перегруженным басом вот всех этих гитар, что давало не только такой плотный и тяжелый метальный звук, но и еще и давало такое место для вокального исполнения, причем хорошее место, в результате чего нигде ничего не торчало и нигде ничего не сталкивалось по частотам. Сам же вокал был поэтому хорошо вмещен в микс и всегда был к месту. То есть, в общем и целом, альбом Clayman оригинальный, это не зря он по праву считается одним из лучших за 2000-й год. И у меня вопрос, зачем нужно было делать ремейк его? Я не врубаюсь, честно. Вот хотите более трендовое гитарное звучание и поменять более басовый микс на там средне-высокий звук, который больше шумит, чем грувит? Ну окей, это странное решение, но пускай. И я хоть его не одобряю, но понимаю, но зачем нужно было вокальные партии менять? Вот честно. Песня Only for the Weak превратилась из депрессивно-истеричного шлягера в какой-то драйвести мюзикл. Именно из-за того, что весь штрабас и разговорный голос на куплетах был перепет на чистом звуке, ровно как и припевные линии. В итоге убито все содержание песни и атмосфера вот текста, который им доносился. Ровно такая же история с моим любимым треком Биллит Райт. Который изначально был одним из таких первых любимых треков в мелодете вот у меня. Но он стал просто аль такой метальной балладой даже в куплетах и недомелодетам в припевах. То есть, господа Inflames не только решили полностью поменять звучание сведения, но во многом оцифровав и удешевив его тем самым, вместе с тем переиначив саму суть треков, чего вообще не стоило делать. С другой стороны, другой пример обратный, был довольно такой толковый и хороший альбом Black Will Brides with Stitch These Wounds, который звучал не печально, по-своему он звучал хорошо и даже сформировал во многом эмо музыку тогдашнего времени, но он звучит сейчас все-таки старенько. Гитара как раз служит ярким примером того, как то самое ранее цифровое звучание, о котором я говорил в начале, погонило метальный звук и дисторшн в частности. Больше того, тогда массово начали использовать автотюн для вокальной коррекции и различных там корно-метальных коллективов, чтобы там звучало лучше, чем они пели на самом деле. И БВБ были в этом не исключением. Экстрим звучал как шепот на эффектах, которые там вместе с чистыми, которые были, ну, практически полностью роботизированы, да и общее настроение выдавало ту самую кринжовую кустарность корной музыки 2000-х, которая наблюдалась у некоторых популярных коллективов вместе с этими. Поэтому, чтобы исправить все вот эти вышеупомянутые косяки, господа решили перезаписать альбом начисто. Ииии, это просто шикарная работа, я вам хочу сказать. Вокалы, наконец-то, в этой версии звучат членораздельно и понятно. Мелодично и тембрально ярко. Экстрим все так же сомнителен на самом деле, но он уже на голову выше того оригинала, который был подан в начальной версии. Была исправлена акустическая баллада оригинала и поменена на симфоническую интерлюдию, что я за только приветствую. Вот те акустические аккорды были ни к чему на оригинале, как по мне. Гитары и барабаны звучали звонко. Ура! И ровно так, как это казалось 10 лет назад при прослушивании альбома изначально. То есть, это пример того, как нужно переделывать альбомы по прошествии лет. Нужно просто-напросто исправлять косяки оригинала, которые выявлены были, при этом оставляя и подчеркивая все его изначальные плюсы. И, конечно же, это касается переизданий всех старых-старых демо или дебютных работ метальных артистов, которые сейчас звучат, ну, по меньшей мере, сомнительно. Вот недавний пример альбома Crystal Lake Voyages, который стал компиляцией различных песен из первых там двух альбомов группы. Очень, очень не рекомендую я вам слушать оригинальные работы этого коллектива. Они звучат, ну, безумно всрато. Вокал задыхается, вокал кряхтит, барабаны звучат, как металлические ведра. В гитарах больше шумов и грязи, чем выразительности и динамики. Но вот, господа в этом году реально переигрывают полностью все эти работы в 2020 году. И ты сразу получаешь нужное ощущение от добротного металлкора 2000-х, где идет вот этот мощный зубодробильный экстрим вместе с чистейше вылезанным инструментальным вокалом. Это как раз та работа, которую стоит слушать и которая не только решает все дебютные проблемы вот тогдашнего релиза, но и показывает, насколько группа технически выросла и насколько это сильно, сильный рост. Так что вообще, этот альбом, как и альбом БВБ, показывает, насколько нынче скудна металлкор сцена, так как добротных и оригинальных релизов мало, но ремейки реально звучат лучше, чем оригинальные работы. И это показательно на сегодня. В итоге, да? В общем и целом. Ремастеры и ремейки далеко не всегда нужны, как этого бы хотелось бы и слушателям, и тем более артистам. Одно дело, оцифровать, привести альбом к техническим требованиям современного качества, современного слушателя и исправить все композиционные косяки. А другое, полностью перечеркнуть изначальное звучание и настроение альбома. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы упомянутые альбомы или нет, понравились ли они вам или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Рядом с моей головой вы увидите другие ролики про музыку, про видеоигры и наши собственные треки, которые мы обновляем каждую пятницу. Пока нет, но мы их обновляли каждую пятницу, и скоро мы готовим альбом. Зацените, возможно вам что-то из этого понравится. А так и так все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока.